Я Господень, я так хочу быть Господним. Он сам мне говорит, что я его сын. А если мой отец, царь царствующий, и Господь господствующий, все за главной буквы. Я кто? Я Господень. Поэтому нам тихонечко... И вот это, господа в Париже, слышали? Это сказал хам, из-за которого они и оказались в Париже. Пришел сюда когда-то страшный завоеватель. Конечно, отовсюду были удары, но удары, которые пришлись вот со стороны Великой Степи, Востоком. Хотя, не знаю, сегодня... Отовсюду. А откуда они? Возьмите карту. Отовсюду. Язык показывает. Как случился мат? Уже дальше не могу, надо же говорить. Я себя в душе... Знаете, я в душе... А те, кто же страшно это, страшно. А это страшно потому, что мы должны коснуться, мои хорошие, мы должны коснуться, может быть, самого... Почему может быть? Об этом Василий Великий пишет. Мы должны коснуться самого хрупкого, самого трепетного, самой великой тайны, тайн нашей веры. Это величайшая тайна воплощения Бога, человека, Христа от Девы. Понимаете? И вы же знаете, когда хотят оскорбить нашу веру, и по сей день, да, всякие нечестивцы, язычники, они начинают на эту тему всякую мерзость говорить. И вот, чтобы вы поняли, что такое мат на всю свою жизнь, вы должны вот представить то, что я говорю, как картину живую, как кинофильм небольшой, крошечный, ну, просто как живая картина. Вот стоит русский человек, может быть, он мой ровесник, скорее всего, моложе. Ну, мужчина вот, воин, да? Ну, какой он воин, когда пришла эта орда, вот пришла вся, да? И вот, стоит этот русский человек, убито, разорено все, и перед ним стоит вот этот язычник. И вот, он смотрит в глаза этому русскому, для язычника, чтобы вы правильно поняли, этого русского вообще уже на свете нет. Потому что язычник живет другими понятиями, они живут родом и племенем. Вот этот лучше, вот этот монгол, лучше того монгола, знаете почему? Объясню. Потому что у него пять коней, а у этого тридцать, он лучше. У этого три жены, а у этого двенадцать. Боги его любят. Он лучше, он богаче. И, помните, у нас было выражение, безродные, да? Безродные племени, как вот проклятие такое, да? Потому что род тебя защищал. А кто ты без рода? Ты безродный. Еще Сталин говорил, помните? Безродный космополит. Правильно? Это люди, у которых не рода, не привязаны ни к чему. Ни к семье, ни к городу, ни к стране. И вот смотрит на него этот язычник, вот в глаза этому русскому человеку. И он видит, он же воин, и это воин. Он видит, что у него ничего нет. Но он не рассыпался. Понимаете? Что-то его держит на этой земле. А что? И тогда он не может не обратить внимания, что русский потрясен, у которого, кстати, в одночасье потерять, по сути, всех. У тебя на глазах. Он с кем-то разговаривает. Он все время разговаривает. Вы знаете, даже из последней войны, что люди, которые передовые отряды, авангард, они всегда немножко знают язык того народа, который пришли покорить. Или там переводчик всегда есть. И он говорит о том, что он разговаривает со своей матерью. А мать, что мать? Вот ее спину переломили, вот она валяется в огороде, за дом, труп. Ну, бывает, человек, как мы по-русски говорим, заговаривается, когда большая беда случается, да? Потрясение. Вонные люди называют стресс, мы скажем по-русски, потрясение. Тем более, что корень один тот же. Вот. И он тогда этому русскому говорит, этот язычник. Какая мать? Ты, видать, да? Двинулся с горя. А вон твоя мать там валяется. И тогда для этого русского наступает момент, который мы называем исповедание своей веры. И он этому язычник. Вы представляете, кому он говорит это? Для которого в буквальном смысле этого слова убить человека проще, чем лоток воды, потому что вода там, дефицит, бочок, степь же. А человек убит, Господи. Тем более. Другой верует. И он говорит сейчас этому язычнику, русский человек, вот сейчас будет рождаться на ваших глазах вот эта мерзость, которая называется матом. Он ему говорит, что он не своей матери разговаривает. А он разговаривает с кем? Вы догадались. С матерью своего Бога. Вы представляете, это язычнику? Матерь. Вообще, когда ты слушаешь то, что они говорят о троице, они нас называют язычниками, потому что у нас три Бога. Такая глупость. А тут еще, я никогда не забуду, это было, как-то мы вышли с рождественских чтений, было много священников, ну, со всей России приезжали, встречаешься где-то с ними, там встречался, к ним ездил куда-то, вот такой, около библиотеки Ленина, простите, румянца, румянская библиотека, по славе памяти. Собрались вечером, ну, решали куда-то, в гости кого-то звать. И подошел парень такой, шатается, он подошел, говорит, я мусульманин. Ему лет 20. От него так пахло спиртным. От мусульманина. Ну, дело-то, ну, ладно, ну, такой мусульманин. И он, он говорит, у меня, хочу к вам вопрос задать. Ну, он выпил, естественно. Он говорит, много священников. Я, говорит, мусульманин, и у меня вопрос. А батюшки, спаси Господи, говорят. А, ты мусульманин, говорю, у нас из мусульман Василия Давыдовича, вот к нему все вопросы. Вот. И он мне говорит, я говорю, ну, сынок, он у меня сынок, моложе моего ребенка. Я говорю, да, сынок, у тебя какие вопросы? Он говорит, и он, знаете, конечно, я мог сказать, ты мусульманин, ты выпил, но, простите, так нельзя. Человек пришел, надо отвечать. И он говорит, я вашего Бога, он мне говорит, я его понять не могу. Я говорю, что ты не можешь понять? Слышите, что он мне говорит? Он говорит то же самое, что говорили тысячу лет назад на Руси. Он говорит, как он мог своего сына отдать, чтобы убили? А, если моего сына... Тут я стал смеяться. Я говорю, ну, конечно, ты же любишь своего сына больше, чем Бога, правда? Я ему говорю, ты понимаешь, что ты сейчас сделал? Ты взял телегу, поставил вот, впереди лошади. Я говорю, так, не потому это случилось, что Бог слабый, а что любовь его такая, что нам даже эта любовь, да? Я говорю, так полюбил Бога, что сына своего единородного отдал. Это какую любовь надо иметь? Я говорю, миленький, вот это ты понять не можешь, не обижайся. Как ты можешь... Ты любишь своего ребенка, а Бог не любит своего ребенка? А я говорю, ты представляешь, какая жертва? Я говорю, ты теперь подумай просто, какая это жертва? Ты представляешь, как надо любить тебя и меня? Трудно понять. Трудно понять. И он тогда рассказывает, что да. Вот как хорошо, что мы здесь. Потому что иной раз в какой-то студенческой аудитории, в УЗИ бываешь, или в школе, трудно. Здесь же иконы, слава Богу. Когда пришел я в храм, я не сразу обратил внимание. Вот ведь это... Что такое иконопись? Это богословие в красках? Тоже богословие. Ничего лишнего. И все говорит. Надо уметь читать, да? Я не сразу, но потом обратил внимание, что на разных иконах Богородицы, разные иконы, но везде присутствует вот это, на плечиках ее, и на причистом его челе ее звезды. И над этим бывает крест, лучающий во всем конечность, но дело даже не вот. И я стал спрашивать, а почему это? Ну кто-то мне говорил. Мудрец сказал, вы знаете, мудрец сказал, что человек труднее всего произносит две фразы. Извините, и я не знаю. Я по себе знаю. Очень трудно произносить. И чаще всего мне говорили, ну это такое украшение, да? А я знаю, что нет, ну не может быть, иконы же, да? Я же какое-то время там Трубецкого прочитал. Очень интересно, очерки о русской иконе почитайте, попадется. Вот, эмиграция русская, такой цвет. Это вот те господа, которых выгнали. Какой цвет русской нации? И вы знаете, что это за звезды? Удивительно. Оказывается, вот эти звезды, это графические символы величайшей тайны нашей веры. Присно девство Богородицы до рождения Христа, Дева. В Рождестве Христа и после Рождества Христа. Поэтому я называю это траекторией ее всесвятости. Есть святой, а она всесвята. Вы понимаете, кому он сейчас это сказал? Вы вообще поняли? Вот это мы говорим, да? И то внутри как-то все сжимает. Вы понимаете, кому он это сказал? Этот язычник, он рассердился сейчас очень. Он разозлился, он готов это русского удавить. Он его не убил только по одной причине. Он пришел на эту землю, ему так казалось, всерьез и надолго. Ему надо понять психологию этих людей, понимаете, да? Чтобы ими управлять. И он ему говорит, ты надо мной издеваешься? Как это? Была Дева, ну ладно, да? И родила Дева, и после Рождества. А знаете, почему он смеется? Он злится. Потому что он же едет не один по этой степи. За ним же его, этот, Гарем в обозе. Две жены, три жены, четыре. Они там же по ходу и рожают. И нередко он сам видел, как это происходит. И он говорит, ты, урус, да, они называли, ты мне говоришь, что женщина, девушка, да, выйдет замуж, да? То есть, ожидая ребенка, ведь я говорил, я сказал, это страшно об этом говорить. Господи, прости меня. Но это надо сказать, иначе непонятно. Он говорит, ты мне хочешь сказать, что это девство сохраняется? Ты хочешь сказать, что женщина рожает и после этого сохраняет девство? Ты надо мной издеваешься, он говорит. Он сначала злится, а потом он радуется. Знаете, почему он радуется? А потом он, наконец, докопался. Он знает, что держит русского на этой земле. Даже когда у него нет ни дома, ни посевов, ни семьи. Вот сколько воин сюда приходило, а им всегда казалось, что они, все, 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 вот, все, уже мы в их руках. А нет, а нет. Пока в Богородицу верим, пока мы в нее верим, она нас не отдаст. Это ее удел. Мы же вообще понимаем, что мы живем в ее уделе вообще? Что у нас такое великое счастье. Мы вообще понимаем это счастье? Нам позволено здесь жить в ее уделе. И оказывается, вот это, а к кому мы прибегаем? Яко не имамы, иные помощи, иные предстатели, неблаги у тебя. Только мы тебе, у Богоматери. А к кому мы прибегаем? Только к ним. Только к ним. И вот сейчас к самому страшному. Вот он теперь уже понял, что держит этого русского. И он не вникает ни во что. Для него это хрупкий момент. И он знаете, что делает? Догадались, что делает язычник? Он берет и глумится над чистотой Богородицы. То есть вот этот благоуханная лилия, он в нее плюет, он над ней глупится, он ее глубоко тупчет и оскорбляет. Вот это твою мать? Да? Все поняли? О чем идет речь? О, откуда он? Вот что такое он? А теперь скажите мне, пожалуйста. Когда-то Федор Михайлович Достоевский, великий русский пророк, вот это прокричал на весь мир эту формулу. Православный значит русский. Русский значит православный. И до революции, вот мне дед рассказывал, не было в паспортах записи национальности. Было вероисповедание. Конечно. Писали православный, магометанин, буддий, или там иудий. Все. Никаких наций не было. Потому что что важно в человеке, нация или вероисповедание? Конечно. Конечно это важно. А у нас перепись из года в год проводится, проводится, вероисповедание не пишут. А почему? Ответ вы знаете, зачем. Понимаете, в чем дело? И поэтому испокон всегда был русский, значит православный. А теперь скажите мне, пожалуйста, если русский и православный, это одно и то же, а это действительно одно и то же, по замыслу Божьему. Господь так замыслил русским. То может ли русский человек хурить Богородицу? А? Яко не имамы иные в помощи, да? Разве тебе о Богомате? Конечно нет. Вот ответ на тот вопрос. Разве может быть мат русским? Нет. И когда я вам сказал, что у меня на роде нет мата, вы знаете, это не повод для гордости тамошних людей, просто его нет. А вы поняли, почему его нет? Там Богородицы нет. Там могут просто оскорбить мать какого-то человека, но это вряд ли сделать, потому что за это жесточайшая расплата. Я думаю, что это правильно. Потому что нельзя оскорблять ту, которая дала тебе жизнь. Последнее, что я хотел бы сказать, все-таки на высокой ноте закончен, чтобы не этой мерзостью. Вы поняли, какая страшная эта вещь? А как мы можем... Вот вы часто говорите, у нас только нефть, у нас только газа, леса, реки, озера, да? Все у нас есть. А почему они не процветают? Почему они не благоденствуют? Господа хорошие, если с утра до ночи слышится вот это, да? Мерзость. Матерная. Как девочки сегодня разговаривают? Как сегодня разговаривают в консерватории? Как сегодня разговаривают в школах? Да? В семьях. Вот это, вот если представить это образно, вот святая русская земля, она абсолютно свята. Это тема отдельной лекции. Русская земля свята. Она физически свята. Вот черный, вот говорят, смог над городами вот висит. Помните, когда пожары были? Вот Богородица, она не видит нас. Как ее, вот к святым, как нас увидеть, когда вот над нами, вот нашим, духовным, висит, вы поняли, вот эта пелена, вот эта черная зловония. И мы хотим, чтобы она еще просила своего... Я вам другое скажу. Я о другом понял. Вот мы говорим, что Богородица нас любит. Мы так это слово истрепали. Люблю. Колбасу люблю. Родину люблю. Вот эту рубашку я больше люблю, чем эту рубашку. Да? Как же она нас любит? Что вот это все слышит, вот всю мерзость, она продолжает нас вот аммофор свой одержать. Да? Икона Покрова. Кто-то подсчитал, что на Руси больше всего Покровских храмов. Представляете? Это праздник Прокова, который родился вообще не у нас, а у греков. Он у нас праздник. Вот она стоит, Богородица, да, над нами, белоснежный плат держит. Вот она держит белоснежный плат над нами, оберегает нас. А мы что снизу делаем в этот плат? Да? О каком благоденстве мы вообще говорим? Господи, помилуй. Господи, помилуй. Сами хотели вот. И они хотели. Мы сказали, что надо. Но, наверное, это надо услышать, да? Наверное, надо услышать. Надо понять всю эту, просто вот эту глубинную, вот эту мерзость абсолютную, абсолютную мерзость, чтобы содрогнуться. Потому что есть великий промысл Божий. Господь сказал, и волосок не упадет без моего ведома. Мы живем в удивительное время глобального переселения народов. Если они сегодня пришли все на эту землю, да? А может быть, есть замечательный православный. Как бы, батюшка, было бы хорошо, если бы много бы из них, да? Уверовали бы. Один святой отец, вот в последних временах, сказал, что у России спасется, если китайцы уверуют в стану православной. Ну, вот, можете, как шутку, как угодно. А что бы им бы не уверовать? Кстати, многие из них крестятся. Это я точно знаю. Я многих знаю. Но это мизер. А ведь могли бы, да? Но тогда мы им с вами, вот мы должны явить пример, да, христианской жизни, чтобы они, глядя на нас, сказали бы, я хочу вот, да, веру, как у вас. И давайте задумаемся, могут ли они нас уважать, как нацию, если мы оскорбляем. Они не знают того, что я сейчас рассказал. Они воспринимают, что это оскорбление матери просто. А просто Мать Божьего, которую дала тебе жизнь. Я обещал закончить на высокую ноте, я это делаю. Последние слова. У нас удивительная вера еще и потому, что в православии нет сиротства. В православии нет сиротства. Если кто-то из мужчин, почему из мужчин, кто-то там хочет пожаловаться, там, в жилетку поплакать, ну, это совсем бывает, а со мной, что, дескать, вот сирота, папы нет, да? Хорошо. А батюшка? А? А твой крестный отец? Да? А Господь прежде, который говорит тебе, что ты мой? А все святые наши, ну, смотри, вон они все. Разве преподобный Сергий тебе не отец? А Николай чудотворец тебе не отец? Вы думаете, у них это есть там? Там этого ничего нет. Мы просто живем и не ведаем, какое счастье у нас. А если ты хочешь пожаловаться, что у тебя мамы, да? Нет, ну, там, не повезло с мамой, как бывает сегодня, 700 тысяч сирот, вы представляете? У многих из них есть родители, но им страшно жить в этих семьях. Родители раскрытили. Но ты тоже не имеешь права сказать, что ты сирота, потому что у тебя есть Богородица, потому что церковь называется как? Матерь церковь. Потому что у тебя есть крестная мать. И давайте задумаемся, в сказках я читал, не очень-то вдумываясь в это, почему в русских сказках называется Мать сразъебля. Обращай внимание, говорит, Мать сразъебля. Я служил в Туркмении, в армии, там не сырая земля. Там раскаленный песок, в котором действительно яйцо мы ковали, оно смяткое, минут через 20 было смяткое яйцо. А знаете, почему Мать сразъебля? Потому что животворить может только сырая земля. Зерно бросишь, и оно хлебом прорастет. Я говорил давеча о язычниках диких, да? Вы знаете, у этих диких язычников было очень интересно, а почему? Это же не обычаи, а как бы... У каждого монгольского воина, язычника, к поясу был приторочен небольшой кожаный мешок. Мешочек. Как кисет. Ну, не для табака. А вы знаете, для чего это было? Мешочек. Нет, не земля. Родную землю обычно здесь носили. Как оберег, да? А вы знаете, что это за мешочек? Если на ходу... Они же с коня не сходили. У самого бедного монгола было как минимум два коня, чтобы с одного пересесть на другого. Они жили в седле. И, простите, если монголу хотелось сплюнуть, он плевал в этот мешочек. Потому что земля святая, и на нее плевать нельзя. Потом это сжигалось. А если вы сегодня... Я не знаю, в вашем городе, собственно, в этом храме, может, нигде нет. Но если вы сегодня придете в центр Москвы, вот я часто лекции читаю в славянском центре, Ордынка, Пятницкая улица, это же вот удивительные места в Москве. Там же ходить невозможно. Все заплевано. Все загажено. Эти окурки, плевки. Господи, это же святая абсолютно земля. Пятницкая, потому что храм великого ученица Пятницы был, храм снесли, станцию метро построили. А на погости, которые тоже распахали под асфальт, сейчас поставили памятник, я удивился. Больше не на что деньги. Вы знаете, что за памятник стоит? Я вам говорил про памятник Иуде, да? Стоит памятник Адаму и Еву грехопадению. дерево, такое райское, сидят они, и вот это яблоко вкушают с удовольствием. И змеи там, красота. И собираются каждый вечер там вот эти хиповые группы, орет музыка, пиво, Содом и Гаморра. На месте храма Пороскевы, на месте кладбища. Кто мы? Дикари. Извините, да? Вот у меня учился очень много студентов из Африки, да? Кто-то по-разному к ним относится. Для меня как дети они все были. Все, все, все Бог создал. Вы знаете, я хочу вам сказать. Дикари так со своими предками не поступают. Одной из главных составляющих культа дикарей является культ почитания предков. И одно это уже вызывает к ним уважение. А кто мы? Кто мы? Вот хорошо бы задуматься и в этот светлый праздник. Дорогие, я еще раз, я вас умучил, наверное, да? Потому что для меня время останавливается, когда я говорю о русском языке. Ну вот как получилось, так получилось. Если у вас есть какие-то вопросы, я не знаю. А вот. Я хотел бы на этом закончить. И хочу закончить словами о том, что я уже сегодня говорил. Я желаю, это пожелание, себе и вам мужество. Мужество в отстаивание своей веры, в отстаивание своего языка, своей земли. Потому что мы живем в лукавое время. В лукавое время, когда у нас хотят похитить и первое, и второе, и третье. И если у нас нет меча и щита, кто-то скажет, а как я могу, как я могу, вот мальчики, девочки, маленькие, вот я еще в армии не служу, а как я могу России послужить? Можешь. Мерзости не говори. Язык свой сохраняй в чистоте, да? И ты уже поможешь. А если кто-то рядом заругался, ты хоть ему объясни, кого он сейчас, над чем углумится, как это страшно, и ты уже, уже, уже воин Христов. Потому что вот это пространство в России, вот это невидимое, надо очищать от этой мрази, от этой скверности. Спасибо вас, Господи. Спасибо.